Туристический налог вместо курортного сбора. Со следующего года все регионы смогут взимать дополнительную фиксированную плату с туристов. Ставку будут определять сами муниципалитеты. Такой закон в рамках реформирования системы налогообложения приняла в окончательном чтении Госдума. Любой муниципалитет сможет принять решение о введении либо не введении у себя так называемого вот этого туристического налога. Этот туристический налог планируется с максимальной ставкой в размере 5%. И определяться взиматься он будет от стоимости, ну скажем так, ночевки, да, или там койко-место в том или ином гостиничном комплексе, гостинице и так далее. Пока не очень понятны, скажем, черты, да, итогового законопроекта. Сразу возник вопрос, а будут ли взиматься с детей там или не будут. Ставка, которая принимается в размере 5%, это максимальная ставка. До нее налог дорастет к 2029 году. До этого, с 2025 постепенно налог будет повышаться с размера 1%, вот как раз, да, в 2025 1%, в 2026 2% и так далее. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей и взимать его будут с отеля за каждый занятый номер, а не с человека, как это было в курортном сборе, который действовал ранее в ряде субъектов в Краснодарском крае, на Ставрополье, на Алтае, а с этого года и в Петербурге. Получается, если семья сняла гостиничный номер за 5000 рублей в сутки, то дополнительно придется заплатить 50 рублей налога в день. Это со следующего года. В 2029 году ставка налога увеличится пятикратно, а значит, в дополнение к оплате номера 5000 в сутки добавится в день 250 рублей налога. От налогов освободят участников СВО и другие льготные категории граждан. Собранные таким образом средства должны быть направлены исключительно на строительство, реконструкцию и содержание туристической инфраструктуры. По сути, мы получаем такой первый налог в нашей отрасли, который, я выражусь такими словами, окрашен. Мы понимаем, что он собран с туризма и он может быть направлен на туризм, потому что до этого мы понимали, что отрасль туризма аккумулировала большой объем различных налогов, но они направлялись в развитии многих других отраслей. А сегодня мы получим такой персонифицированный налог, который муниципалитеты будут использовать по прямому назначению. Мало того, они будут иметь право использовать только по этому назначению, именно для развития и благоустройства туристических локаций. Сегодня нами производится предварительная оценка, каков объем может быть получен в в ходе внедрения туристического налога, который, соответственно, будет действовать с 1 января 2025 года. И, безусловно, для муниципалитетов это будет большим подспорьем. По словам главы регионального Минтуризма Артура Абдрашитова, Самарскую область в прошлом году посетили более 3 миллионов 100 тысяч туристов. За первые пять месяцев этого года отдыхающих уже на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Благодаря нацпроекту туризма и индустрии гостеприимства в регионе увеличивается номерной фонд. У многих объектов размещения появляются новые пляжи, рекреционные зоны с бассейнами, прокат оборудования, внедряются новые цифровые сервисы, развивается сеть туристко-информационных центров. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.